Что за жизнь такая? Жизнь боль. Всё, пошёл. Обожаю гостей в 10.40. Последние. На этом месте сегодня необычный человек. Мадемуазель Ку-ку. Доброе утро, Евгения Огнева, которая недавно совсем получила золотую маску за... Как раз вот за эту роль. Да, лучшую роль второго плана в мюзикле «Безменная звезда». Мы вас поздравляем, здороваемся, конечно, доброе утро. Доброе утро. Ну как вам? Вообще, такие награды что-то значат для артиста или нет ничего лучше, чем вот аплодисменты и улыбки зрителей? Ну, конечно, такие награды, такая высокая оценка от такого великого жюри. У нас очень много было. А кто был из мэтров? Из мэтров Игорь Костолевский был в жюри. Он вообще президент фестиваля. Который снимался, собственно, в телевизионной версии. Да, да. Безменной звезды. Юрий Мазихин, артист театра и кино. Манана Гагетидзе. Это все люди, которые сами лауреаты премии, обладатели тоже золотой маски. Много-много очень хороших, известных, именитых людей. И, конечно, такая высокая оценка своего труда, особенно в начале творческого пути. Это хорошее начало, очень приятное, которое себя, может, даже как-то в собственных глазах приподнимает. Конечно, конечно. И дает, да, дальнейшие возможности для роста, стимул для развития. Но вы когда номинировались, у вас были такие мысли, что у вас есть шансы? Или это все-таки было неожиданностью? Ведь я, насколько помню, этот спектакль вы номинировали в восьми номинациях. Да, верно. И ставили ставку вот именно на роль второго плана? Вы знаете, я думаю, что все равно в каждой номинации каждый хотел одержать победу. И я до конца... Было такое ожидание. Конечно, желание и надежда до самой последней минуты сохранялись. Но, тем не менее, все-таки неожиданно, конечно, прозвучало мое имя во время церемонии награждения. Потому что конкуренты, все претенденты, а их было шесть человек в моей номинации, это достаточно большое количество людей. Все были очень достойные конкуренты, сильные, яркие. Я интересовалась их работами в творчестве, да, когда была номинирована. Поэтому я не очень ожидала, честно говоря, хотя желание было, конечно, сильное. Но речь, на всякий случай, подготовили, да? Вы знаете, речь не готовила. Нет, речь не готовила. Я очень рада, что я смогла все-таки два слова связать. Поблагодарили всех и маму, папу привет, да? Нет, вот привет я не передавала, и хорошо, что этого не сделала, потому что... Тоже как на Оскаре, если вдруг речь затягивается, включают громкую музыку, чтобы ты поняла, что пора уходить, нет, и все нормально. Ну, там, наверное, вот те, кто проводит церемонию вручения премии для каждой категории, там, для музыкального театра это одни люди, для драматического другие, они на чеку всегда, и если вдруг затягивается речь, они могут, да, как-то выручить и подхватить. Но я не готовилась заранее, и хорошо, что смогла все-таки поблагодарить всех, без персоналий, возможно, чтобы, да, никого не забыть, не обидеть, ну, в общем, хорошо, что я справилась с этим. Я бы сказать, что вообще роль, и вот этот вот герой, мадемуазель Куку, мне кажется, она даже как-то ярче и выразительнее, чем главная героиня, потому что она все-таки лирическая, в общем-то, в ней ничего неожиданного нет, она просто там, просто девушка, просто влюбленная, там, просто такая вся интересная. Но мадемуазель Куку, у нее прям очень выраженный характер, она яркая личность, ее сложно не подметить, и как вам вообще вот эта работа, тем более вы говорите, что вы только на заре своей карьеры, в самом начале пути, как вам далась этот персонаж, похож ли он чем-то на вас, не похож? Вы знаете, работалось очень легко и с удовольствием, потому что у нас, во-первых, постановочная команда подобралась очень сильная, да, наш режиссер-постановщик этого мюзикла, Филипп Розенков, он изначально для каждого определил очень точную траекторию, направление, вот эта система координат, в которой мы работали со всей командой, она была очень доступна, понятна, и ты сразу мог понимать, в каком направлении ты можешь предлагать раскрытие этого образа, о каждом образе. Режиссер очень помог. Да, абсолютно, абсолютно помог. Наша замечательная хореограф-постановщик этого спектакля, Татьяна Безменова, она тоже внесла такую очень яркую ноту, вот тот язык пластический, который она смогла раскрыть в этом мюзикле, это тоже очень здорово, это все помогает, работает на образ, на его раскрытие, и, конечно, вот те метаморфозы, которые происходят с моим персонажем, с моей героиней, с мадемуазель Ку-Ку, это очень ярко, насыщенно, очень происходит трансформация за время спектакля, потому что вначале она появляется достаточно такой жесткой женщиной в маске на самом деле, потому что внутри она очень ранимый, очень чувствительный человек, и вот к финалу... Каждая женщина, у нее простые женские желания, ей хочется тепла, и какой-то забор. Да, да и как, возможно, любой человек, женщина или мужчина, да, может быть... Ну да, с другой стороны. Вот, поэтому, конечно... Но какая-то самоидентификация у вас произошла с персонажем в течение спектакля? Да, да, я сразу как-то попала в эту роль, или она в меня, или она в меня попала, да, она очень хорошо легла, и... В чем вы узнаете себя? В чем? Да, легко было работать. Легко, и схожесть, может быть, есть вот в том, что ее сила характера, она вдохновляет. Сила характера мадемуазель Ку-Ку, она очень мощная. Хочется быть на нее похожей в этом плане? Да. После рекламы вернемся, и, может быть, уговорим Евгению нам отрывочек-то из спектакля проиллюстрировать. Или не из спектакля? Вы бы что хотели произнести? Ну, можно что-то из спектакля попробовать. Попробуем? Попробуем, да. Вам лучше, чтобы это была песня или монолог какой-то? Это не принципиально, не знаю. Ну, тогда мы просто вам дадим слово, а вы вперед. Хорошо. Лучше сразу после рекламы, или лучше еще поговорить и потом? Пока мы сейчас заговорили про кукулы, наверное, лучше сразу какая-то мысль не ушла, потому что к тебе не решилась. Он создал легендарный Т-34 и решил доказать его боеспособность. Эти танки должны исчезнуть. Секретный танкопробег Михаила Кошкина. Сможет ли команда-конструктора добраться до Москвы? Смотрите фильм Танки в кино. 26 апреля. 12 плюс. Искусство. Напрямую. Спорт. Напрямую. Наука. Напрямую. События и люди. В прямом эфире. ОТС. Телеканал прямых трансляций. Прямо здесь. Прямо сейчас. ОТС. Всегда вовремя. Для зрителей старше 12 лет. Александр Новиков тоже ждал награду. Или для него это был сюрприз? Сюрприз для всех. Для всех. Приятного. Продолжаем. Что было неприятное событие. ОТС.' История and Ой, да, дирижёра, простите, пожалуйста. А какой дирижёр не хочет быть режиссёр? А может быть и так. Ну, в гостях у нас Евгения Огнева, та самая лучшая роль второго плана, Мадемуазель Куку, в мюзикле «Безымянная звезда». Мы ещё раз вас поздравляем. Спасибо. И обещала она нам за эфиром, что что-нибудь из спектакля повторит. Да, попробуем показать несколько эпостасей. Мадемуазель Куку, например, в начале спектакля она появляется со словами «Добрый день, господин Испас». А знаете, что я слышала, господин Испас? Что вчера скорый раздавил индюка. Далее может быть её фраза «Этот дизель – настоящий скандал. С тех пор, как его включили в расписание, со старшими классами нет никакого сладу. Все девицы просто головы потеряли». Очень ярко реагирует ещё Мадемуазель Куку на стоимость книги. Вот там по сюжету у нас главный герой приобретает себе книгу. И таким лейтмотивом на протяжении первого акта идёт озвучивание стоимости книги. И 22 тысячи! Очень-очень такая яркая реакция на эту сумму. 22 тысячи! А в конце спектакля она раскрывается перед нами, открывается совсем с другой стороны, с лиричной, обнажая свою душу. И в заключении роли звучит музыкальный номер, «Большой фрагмент». Когда-то должно быть, Не очень давно Всё было, А впрочем, Не важно. Теперь всё забыто, Теперь всё равно. Как жалко, А впрочем, Не важно. Ах, Что-то ведь было, Но время застыло, И так Одинаковы дни, Что кажутся сном Бесконечным и скучным они Браво! Евгения Огнева выступила персонально для слушателей Радио 54. Спасибо вам большое. Это было прекрасно. Прямо как на спектакле.